Работа на линии столкновений. События в центре Киева зимой 2013-2014 годов освещали сотни журналистов из разных стран. Они попадали под дубинки силовиков, им разбивали технику и отбирали носители с материалами. Цикл «Лица Майдана» продолжает историю Богдана Кутепова, одного из первых стримеров «Революции достоинства», о чем вел эфиры по несколько часов подряд и как спасался от угроз, знает Евгения Бурда. Журналист Богдан Кутепов приходил на Майдан всегда с планшетом. Он снимал все, что происходило вокруг и без монтажа выдавал в прямой эфир. Как-то он едва не лишился своего рабочего инструмента. Хотел показать тех, кто стоял на антимайдане в Мариинском парке. Бежи. Куда бежи? Куда бежи? Что за раз? Э-э-э! Стримил, стримил и вдруг начали люди вокруг меня собираться. Что такое? Я ли вырвался оттуда? Я вызывал милицию, чтобы в их лагерь зайти и забрать свой планшет. Последние кадры там были. Кучка людей тучат в экран пальцами. Как его выключить? В 2013 году Богдан Кутепов был одним из журналистов, которые решили создать независимое медиа. Первый эфир запланировали в годовщину Оранжевой революции. Дата совпала с началом Евромайдана. Я взял планшет и шёл по центру Киева. Встречал по дороге людей, спрашивал, что вы об этом думаете. Я смотрю, сразу количество зрителей с 40 выросло до 400. Во время исторического отказа от ассоциации с ЕС Кутепа выходил в эфир из Вильнюса, где проходил саммит Восточного партнёрства. Мы долго ждали Януковича, а он не появлялся. Все ждали, что будет какая-то интрига, что это какая-то игра, что он хочет показать себя мудрым правителем. Скажут, да ладно, будем в Европу идти. А в это время в Киеве силовики готовились разгонять протестующих. После 30 ноября, когда избили студентов, Богдан приходил на Майдан почти каждый вечер. День начинался с того. Открывал соцсети, что произошло, и мчал туда. «Говорили, Кутепов, не едь на Майдан. Там наших уже трое, вечером некому будет». «Сейчас мы видим холл на часах полтретьего ночи, и через полчаса наш эфир закончится, потому что у нашего инженера есть ещё одна работа». Такими были эфиры во время затишья. Это трансляция с Грушевского 25 января 2014 года. «Когда началось обострение на Грушевского и начали летать к коктейли Молотова, я получил резиновую пулю в планшет. Высовываюсь из-за колонны стадиона Лобановского и сразу тыдыщ. Не понял, что это было. Назад спрятался, и там вмятина осталась». Богдан вспоминает. Учились работать и защищаться в условиях уличных боёв. «Мы не оценивали эти угрозы. Мы столкнулись с чем-то новым. Мы видели толпу людей и смело в неё шли. Около 50 журналистов избили на Банковой, когда была зачистка, когда Беркут всех подряд бил. Тогда крепко досталось и журналистам. Они просто стояли и фиксировали. Раньше мы думали, что если ты стоишь за камерой, ты защищён». «Защитой Богдана часто становился стрим. Его невозможно редактировать. Трансляция позволяла зрителям представить себя на месте событий. «Когда где-то что-то взрывается или горит, то не всегда мы придерживали стандартов. Но это тоже добавляло живости и реалистичности. Ты не говоришь, как диктор поставленным голосом. Ой, что-то там случилось, что-то летает. Ничего не вижу. Сейчас мы выясним. А, я прошу прощения, люди прикипали просто к экранам». За Майданом в прямом эфире следили сотни тысяч людей в Украине и по всему миру. Стримы без оценок и цензуры стали прорывом в борьбе за свободу слова.